Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ряде российских регионов хорошо зарекомендовала себя такая практика государственного частного партнерства, как консенсуальное соглашение. Например, в Татарстане построили центр планирования семей. В Нижегородской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. В Чувашии тоже хотят предложить инвесторам такие же условия. На строительстве полигона по утилизации твердых бытовых отходов, строительстве онкологического диспансера и центра по стрельбе из Дука. Эти и другие проекты обсуждали сегодня при главе Чувашской республики на заседании Совета по модернизации. Строительство полигона ТБО – больной вопрос. Он не решается уже давно. Постоянно меняют инвесторы. Но, как утверждают в Минэкономразвитии, проект уже доработан, просчитан. И уже есть три компании, которые хотят участвовать в строительстве. Есть компания «Лидер». Компания «Лидер» – это компания при пенсионном фонде, которая занимается реальным строительством таких комплексов. Имеются комплексы в Нижегородской области, в Саратской области и в других. Наша делегация уже туда выезжала и в ближайшее время планирую выехать еще раз. Условия этой компании следующие. Они выделяют средства. Готовы достроить мостсортировочный комплекс, готовы достроить хозблок, готовы закупить технику, готовы закупить вторую карту. Объем срока купаемости ориентировочный – 7 лет. Рентабельность к себестоимости – 15%. Условия соглашения – это управление полигоном. В таких условиях, конечно, возрастет и стоимость утилизации мусора. По словам премьер-министра, почти в два раза. На одного человека, наверное, будет где-то порядка в месяц 30-40 рублей. Ну, 40 максимум, наверное. Здесь практически этот путь в ближайшие регионы прошли. Там, братья Казань, Нижний Новгород. То есть, какого-то нового пути, если мы будем утилизировать по современным стандартам, другого пути, наверное, нет. Строительство нового корпуса онкодиспансера уже началось. Лечение должно быть бесплатным, поэтому не сдавать в аренду, не внедрять платные услуги нельзя. А значит, использовать концессионное соглашение в полном объеме не получится. И содержать медучреждение только за счет фонда обязательного медстрахования невозможно. Алла Самойлова предложила использовать для завершения строительства онкодиспансера кредиты и средства федерального и республиканского бюджетов. В этом году потребуется 100 миллионов рублей, а все строительство обойдется в 805 миллионов. Надо находить конечные пути, чтобы быстрее это строить. Понятно, значит, мы там через Федеральное министерство здравоохранения отрабатываем для того, чтобы получить соответствующие средства. Карандаш у нас там пометили, соответственно, с учетом всего этого. Рассчитывать на это надо, по крайней мере, с учетом увеличения заработной платы. Расходные обязательства увеличились и уточнили бюджет, депутаты государственного совета поддержали. И тем самым мы не можем еще с бюджета на эти объекты инвестиции выкладывать. Поэтому надо искать нам другие источники. Сразу на освещание представитель одного из банков выросило желание выделить кредит на строительство социального объекта. За последние шесть лет, пока реализовывался нацпроект поддержки АПК, удалось отремонтировать и построить 157 сельскохозяйственных предприятий. В этом году запланировано к реализации еще более 100 проектов. Таких, как строительство животноводческого комплекса агрофирмы «Путь Ильича», модернизация агрохолдинга «Юрма», выход на проектную мощность завода «Дивилей» и другие. Всего ожидает инвестиции на более чем 3 миллиарда рублей. Немало проектов, которые обсудили, будут реализованы на предприятиях. Промтрактор «Промлит», «Экрия», «Элари», «Химпроме» и заводе имени Чапаева. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, «Республика». Чуваши и Индия. Перезагрузка отношений. Накануне в посольстве этого государства республика презентовала свой инвестиционный потенциал. На смотрины к зарубежным гостям в Москву отправились руководители заводов, предприниматели и артисты. Машиностроение, легкая промышленность, культура. Представители обеих сторон в будущем планируют наладить сотрудничество именно в этих отраслях. Первая встреча бизнес-миссии прошла удачно. Открывали ее премьер-министр Чуваши и индийский посол. С подробностями Дмитрий Ковалев. Индия и Чуваши – давние партнеры. Рекордная сумма внешнеторгового оборота – более 230 тысяч долларов. Этого абсолютного предела удалось достичь 4 года назад. Сейчас в зарубежах спортируется в два раза меньше товаров, но вернуть былое. Партнеры все-таки рассчитывают. Есть интерес, и наши предприятия участвовали не единожды в выставках, которые проходили в Индии. И мы видим, как серьезно развивается ваша страна. И, соответственно, надеемся, что будем взаимно полезны как только. О Чуваши индийский посол знает не понаслышке. В последний раз Аджай Малхотра приезжал сюда в ноябре прошлого года. Именно тогда удалось договориться о масштабной презентации региона в Москве. Сейчас важно познакомить предпринимателей обеих республик. Укрепить двухсторонние связи удастся уверенные чувашские и индийские представители. Были визиты предпринимателей Чуваши и министерства в республику Индия. Мы принимали участие в выставках, которые проводились в республике Индия. Я надеюсь, что все эти контакты сегодня будут усилены, и мы с вами в дальнейшем получим положительные результаты. Шесть лет назад делегация Чуваши уже встречалась с деловыми кругами Индии. Тогда за рубеж приехали руководители крупнейших заводов республики. Последовал и ответный визит. В 2009 году индийские бизнесмены приняли участие в Чебоксарском экономическом форуме. Пик экспорта и импорта между партнерами пришелся именно на этот период. Но и сейчас в сфере торговли наметились хорошие перспективы. Экономика Индии в последние годы развивается планомерно. Без сбоев на протяжении последних 10 лет с темпами примерно 5-7% в год с ростом. Это означает, что там возникают новые производства и новый спрос на новую технологическую продукцию. Я надеюсь, что наши предприятия в том числе смогут приложить свои или услуги, или свою продукцию для этого сотрудничества. Пока в Индию свои товары экспортируют только крупные заводы. Но предприниматели с той и с другой стороны ищут новые ниши. В ближайшее время зарубежные партнеры планируют заключить договоры на поставку бульдозеров, химической продукции и ткацких станков. В Индии спрос на это оборудование большой. В стране работает много текстильных предприятий. Товарооборот между республиками возможно увеличить в разы. В перспективе можно где-то 30-40 миллионов долларов в году. Это совсем реально. И если все найдут хорошие партнеры, даже больше. Экспортировать в Индию свои товары планируют и малые предприятия. Предложить чуваши есть что. Сам чрезвычанный и полномочный посол попросил увеличить поставки чебоксарских конфет. В их стране эта продукция пользуется большим спросом. Налаживать рассчитывают и культурные связи. Возможно, что в республику в ближайшее время из-за рубежа приедут известные певцы и музыканты. С индийской культурой жители Чувашии на протяжении 7 лет знакомят в одном из выставочных центров. Сюда уже приглашали артистов Болливуда. Организовывали масштабные выставки и мастер-классы по танцам. За несколько дней до презентации здесь провели конкурс детских рисунков. На суд жюри поступило более 400 работ. Самые лучшие привезли в посольство. Индия очень интересная страна. И мне кажется, нас очень многое объединяет. Многое есть исходного в наших культурах, в танцах, в языке. Прямо на сцене посольства Чувашские артисты познакомили бизнес-элиту с национальными обычаями. Вот так в старину местные жители отбивали ткань для вышивки. Сделать это также искусно попробовали и иностранные гости. Последний штрих презентации – индийский танец Катхак. Возможно, что чебоксарцы в скором времени увидят его воочию. От подобных встреч ждут большой эффект. И они не последние. В ближайшее время в республику со своей бизнес-миссией прибудут индийские предприниматели. Ответный визит в эту страну готовит и Чувашская сторона. 25 и 26 марта в Чебоксары съедутся региональные министры здравоохранения и ведущие специалисты восстановительной медицины из всех регионов России. Темой обширного совещания станет реабилитация как способ снижения инвалидности и смертности. В заседании также примет участие министр здравоохранения России Ироника Скворцова. Чувашская республика стала одной из первых, которая принимала участие в пилоте по развитию всех вот этих высокотехнологичных направлений. То есть это и сосудистая программа, это и онкологическая программа. В Чувашии появился один из первых перинатальных центров по идеологии своего создания. В Чувашии открыт и на сегодняшний день пока единственный действует федеральный центр по травматологии и ортопедии. И в Чувашии реализована была в свое время программа по ДТП, то есть снижение смертности от дорожно-транспортного происшествия. Поэтому, конечно, вот этот первый этап создания, он был в Чувашии первым. И поэтому, конечно, и реабилитационные койки в Чувашской республике развивались раньше, чем в других регионах Российской Федерации. И поэтому у нас уже есть наработанный опыт, у нас уже на сегодняшний день работают реабилитационные отделения практически по всем направлениям. И мы предполагаем, что совещание, которое пройдет в понедельник, оно еще раз или, скажем так, на новом уровне обозначит проблемы развития реабилитационной помощи, будет обсужден новый порядок по реабилитации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 марта начнется прием заявлений от родителей, желающих отправить своих детей в оздоровительные лагеря республики. В этом году заявки будут приниматься только в школах. Ни в МФЦ, ни в управление образования родителям ходить не нужно. Во всех школах города откроются кабинеты, будут работать специально обученные операторы. Они помогут правильно оформить заявление. На каждые 100 учеников приходится один оператор. К примеру, в 59-й школе столицы на полторы тысячи учеников 14 операторов. Их готовность к приему заявлений проверила наша съемочная группа. Для оформления заявления родители должны предоставить свой паспорт, оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и копию страхового медицинского полиса. Все данные ребенка вводятся в республиканскую автоматизированную систему. На основании этих документов оператор заполняет по программе данные о родителях и детях. И уже по программе можно выбрать лагерь, в какой лагерь хотят родители отправить ребенка. И программа сама уже выдает, если свободно место, то печатаются квитанции, путевка, уведомления для родителей. Если же нет места, то по программе можно также в резерв записать ребенка или поменять лагерь по желанию родителей. Тут же родителям выдается уведомление о регистрации заявления и квитанция на оплату стоимости путевки. В этом году путевку в детский лагерь можно приобрести за 10 680 рублей. Но родители оплачивают лишь ее небольшую часть. Чуть более 2000 рублей заплатят те родители, чей доход не превышает 150% величины прожиточного минимума. 3204 рубля отдадут за отдых своих детей те, чей доход превышает 150% величины прожиточного минимума. Оператор сообщит также дату и время получения путевки. Путевки также будут выдаваться по месту обучения ребенка, то есть там, где родитель подал свое заявление. Мы планируем начать выдачу путевок с 10 мая по 31 мая. В течение летнего периода бывают отказные путевки в силу жизненных обстоятельств. Родители планируют свой отпуск или по медицинским показаниям ребенок не может быть направлен в оздоровительное учреждение, то данные путевки будут представляться другим родителям в порядке очередности. Подать заявление можно будет с 30 марта в любой будний день, кроме воскресенья. В рабочие дни с 9 до 19, в субботу с 9 до 14 часов. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Уроки физкультуры не модны, а из-за проведения универсиады в Казани в 2013-м наркоситуация в Чувашии может усугубиться. Эти темы обсудила антинаркотическая комиссия при главе Чувашии. В Чувашии уровень наркотизации ниже, чем в среднем в Поволжье, но опасность сохраняется. Рядом неблагополучные регионы. В последние годы для наркоситуации характерно появление новых видов наркотиков. Вы знаете, это и курительные смеси, спайсы, синтетические наркотики, в том числе буквально в прошлом году закись азота, веселяющий газ. То есть, конечно, наркоситуация на месте не стоит. В прошлом году наркополицейские зафиксировали в одном из клубов Новочепоксарска факт распространения закиси азота. Его еще называют веселяющим газом. Такие новые вещества в наркосфере появляются очень быстро. Они не значатся в перечне запрещенных к употреблению. Это осложняет работу правоохранителей. На сегодняшний день 28 изъятий новых веществ. Из них, новых веществ, которые не запрещены, из них уже в этом году два, которые вообще не включены в список. Это новые. Мы их выявили, направили уже на исследование. И результаты в Москву для того, чтобы включить списки запрещенных. Противостоять угрозе нужно сообща. Наркополицейские рассчитывают на помощь жителей республики. В Чувашино неделе вновь началась акция «Сообщи, где торгуют смертью». Вместе с тем на базе образовательных учреждений действуют добровольческие объединения или команды за здоровый образ жизни. Однако зреет проблема. В школах все больше становится освобожденных от физкультуры. Почему начала такая ситуация ухудшаться или становится модой, чтобы на занятия физической культуры не ходить? Справки родители выписывают, учителя физической культуры, соответственно, позволяют. Об этом нигде взыскательно не говорят. Есть родительские, попечительские советы в школах. Но давайте сделайте анализ. На наш взгляд, несколько причин здесь абсолютно здоровых детей все меньше и меньше. И здесь медицинские работники где-то подстраховываются. Есть другое мнение. Проблема глубже и характерна не только для республики. Заниматься физкультурой не модно. Такой тренд формирует сама подростковая среда. Важную роль играет, конечно, отношение самих родителей, но и не меньше педагогов. Да, учителя физкультуры не обучены организовывать индивидуально по каждому ребенку на уроке интересные занятия. Это очень глубокая, серьезная причина. Поставлен вопрос о том, что школы должны иметь два или три спортивных зала. В одном спортивном зале идут уроки физкультуры для тех детей, которые не имеют ограничения. В другом спортивном зале идут занятия одномоментно. Те дети, так называемые, освобожденные от урока физкультуры, но для них уже идет оздоровительная гимнастика. Нужно просто дать детям выбор. Заниматься тем спортом, которым хочется. Тогда удастся привить любовь к физкультуре, считают в МВД. В любом случае, власть намерена усилить пропаганду здорового образа жизни. Ольга Григорьева, Леонид Клейман, Республика. Создание межотраслевой комплексной геоинформационной системы Чувашской Республики обсудили сегодня в Доме правительства. Пока геоинформационная система разрабатывается на бумаге, внесены изменения в республиканскую программу, в Министерство финансов направлена бюджетная заявка, сформирован заказ на проведение космической съемки. Эти кадры станут основой геопортала. По сути, в его создании принимают участие все министерства и ведомства. На единой карте пользователи должны получить достоверную информацию о состоянии водных ресурсов лесов. Отражаться здесь будет и инфраструктура городов, все социальные объекты, газа и нефтепроводы, памятники. Указ о создании системы был подписан в октябре прошлого года, но сейчас перед разработчиками обнажились проблемы. Необходимо приобрести программное обеспечение, бесплатных продуктов в интернете найти невозможно. Сложно сейчас восстановить границы муниципальных образований. В кадастр внесены сведения двух городов – Чебоксар и Алатаря. Первостепенная задача – найти исполнителей, которые изготовят портал. В этом году у нас порядки использования сети мы уже должны проект постановления принять где-то в июне месяце. А до этого мы должны будем и сделать о составе базовых пространственных данных Чебоксарской республики, принять проект постановления. Разработать еще проект постановления об инфраструктуре пространственных данных. То есть здесь большая длогативная работа. Хорошо, нормативные документы. Что мешает разрабатыванию? Должно быть четкое понимание того, что должно быть. Ну то есть сегодня мы работаем, не имея четкого понимания? Сегодня мы как раз работаем, выстроив четкую программу и реализуем. Во вторник, 26 марта, в Чувашии пройдет проверка региональной системы централизованного оповещения населения. Предупредительные сигналы, внимание всем, с включением электросирен и громкоговорителей, будут переданы два раза – в 11.00 и 11.30. Главное управление МЧС по Чувашии просит жителей республики соблюдать спокойствие и не прерывать своих занятий. В ходе технической проверки системы оповещения будут протестированы 78 электросирен и 56 громкоговорителей. В тренировке также задействованы каналы телевидения и радио. Завтра, 23 марта, сотрудники метеорологических служб отметят свой профессиональный праздник. В канун этого дня наша съемочная группа побывала в гостях у часовых погоды и узнала, как метеорологи готовят новости природных явлений. Метеорологи всегда на вахте, которую нельзя оставить ни на минуту. Они следят за всеми изменениями погоды, фиксируют их, постоянно следят за небом, вносят данные наблюдений в специальные журналы, собирают и оценивают данные атмосферных явлений, которые поступают с гидрометеорологических станций, атмосферных зондов и космических спутников. Специалисты гидрометслужбы анализируют полученные данные, отражая их на географических картах. И в этот момент себя можно почувствовать школьником, закрашивая территории разноцветными карандашами. Но эти карты необычные. На графиках метеорологи выделяют области и зоны низкого высокого давления, движение циклонов, антициклонов. Рисуют такие карты метеорологи каждый день. Хотя в помощь есть современные технологии, профессионалы своего дела предпочитают это делать вручную. Здесь можно положить вот так вот три карты высотные и посмотреть, откуда идут процессы, как он пойдет. Вот в чем дело. Для меня, вот лично для меня, вот это вот нагляднее. Потому что мы же, когда делаем прогноз, мы смотрим не только что у Земли. Атмосфера, она ведь очень протяженностью, у нее до 10 километров. И для нас очень важно, что у нас происходит на высоте 3-5 километров. О сложностях в работе метеорологи отвечают с улыбкой. Безусловно, работа не из простых, и знания здесь нужны не только географические. У нас здесь очень важна физика. Вот на сегодняшний день вот этот циклон, он сейчас опять выходит на нас. Вчера он был над Киевом, а сегодня, пожалуйста, он уже практически центром над нами. Вот он сейчас уйдет на восток, так как у нас вся атмосфера движется с запада на восток. И у нас похолодает в связи вот с этим вот антициклоном. Он сюда опустится и захватит нас. Вот так начальник отдела гидромедцентра читает карты. И прогнозы составляет так же легко, прочитав телеграмму с набором кодов. Здесь зашифрованы все данные направления ветра, атмосферного давления, температуры воздуха. В телеграмме нет ни единой буквы. Марина Анатольевна поясняет, это для того, чтобы метеоролог любой страны мира смог прочитать сообщение. На вопрос, есть ли явление в природе, которое создателям прогнозов не под силу, отвечает честно, есть. Наиболее трудное для прогноза это смерчи. Смерчи. Шквалы, которые занимают очень маленькую территорию. И они буквально в течение двух, трех, четырех минут. И все, и пропали. Вот это, конечно, очень сложно. Не работают законы и формулы иногда даже при работе с определением циклонов. Вспомните 2004 год, когда было землетрясение в Юго-Восточной Азии. Цунами вот это вот разрушительное большое. Ведь при таких катаклизмах высвобождается огромное количество энергии. А куда она пойдет, эта энергия? В атмосферу. Январь уже моментально теплым был 2005 года. Прогнозы почему и сложно делать, потому что на атмосферу влияет все. У метеорологов есть свой журнал рекордов. Можно узнать, в каком году была зафиксирована самая низкая и самая высокая температура в республике. К примеру, самый холодный день 22 марта был в 1927 году. Температура опустилась до минус 23, а самый теплый выдался в 2007. Помимо составления прогнозов температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, силы и направления ветра, на гидромедстанции сотрудники изучают процессы в воде и почве. Гидрометеорологи контролируют уровень притока воды. Все цифры заносятся в журнал и делают чертежи для особой наглядности. В лаборатории ежемесячно проводят исследования состояния загрязненности воды рек нашей республики. Данифа Тагирова, Леонид Клейман, Республика. Автомобильно-пешеходная переправа Шумерля-Новаты, которая связывала Чувашию и Нижегородскую область, закрыта. Переправа прекращает работать из-за опасного уменьшения толщины льда на реке Сура, сообщает сайт Нижегородских спасателей. А сейчас о спорте. Надежда Леонтьева успешно выступила на международных соревнованиях по спортивной ходьбе в швейцарском Лугана. Подопечная Олимпиада Ивановой одержала победу на дистанции 10 километров среди юниорок. Ей удалось выиграть заход с уверенным преимуществом. Уже на первом километре Надежда оторвалась на 17 секунд от основной группы. А на финише ее преимущество над ближайшей соперницей составило более 4 минут. Это была последняя информация на сегодня. Я с вами прощаюсь и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова